Новая порция мракобесия от кремлёвских творцов. На кону стоит либо существование, либо несуществование всех нас. В принципе, всей русской цивилизации как таковой. Я не шучу и не пугаю. Я абсолютно в этом убеждён. Именитый российский режиссёр Никита Михалков в свои 76 продолжает усердно работать. Правда, род деятельности немного изменил. У нас нет другого выхода. То, что произошло 24 февраля, это был единственный шаг, который опередил приход крови и войны на нашу землю. Теперь вместо традиционного съёмочного дня в кресле режиссёра – часы пропагандистской ереси. Украинский язык стал образом русофобии. Понимаете, да? То есть словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас и для мира, в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России. То, о чём говорит Михалков и чем так недоволен, это инициатива российского Минпросвещения. Минпросвещение отметили, что эксперты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей на территории Республики Донбасса и освобождённых территориях Украины можно будет вести на украинском языке, но по российской программе. Российское правительство решило прикинуться демократами, но вот предупредить своих же цепных псов забыли. Если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Вместе с этим светило российского кинематографа искренне не понимает, как русская интеллигенция может не поддерживать президента России и его вторжение в независимую Украину. Когда я читаю статистику поддерживающих и не поддерживающих в среде интеллигенции, научной интеллигенции, потрясающе, поддерживающих единицы, не поддерживающих сотни, это что? Непонимание, это вредительность, это что? Полное отсутствие представления о том, что в течение восьми лет просто тупо бомбили и расстреливали мирных жизней. Просто этого нет. По мнению Михалкова, Россия сделала миру одолжение, ведь теперь у всех есть реальная причина, чтобы поносить Россию. Мы пошли на беспрецедентный шаг, беря на себя ответственность и давая возможность нашим друзьям называть нас агрессорами, узурпаторами, оккупантами и так далее. Но это надо понимать и это надо внедрять в сознание детей. Ну вот такая она, благородная нынешняя Россия убивает, чтобы спасти. Дигантская вина лежит на нас. Того, что происходит сегодня на Украине. Дигантская вина. И нет, это не то, что вы подумали. Михалков не одумался. Пациент безнадежен. Никита Сергеевич просто жалуется, что великая Россия оставила Украину без присмотра. И большая злая Америка завладела умами украинцев. И наша пренебрежительность сверху вниз, куда они денутся, газ идёт. Мы своими руками, в общем-то, пренебрежением и ощущением того, что никуда они от нас не денутся, привели к тому, что мало что они делись. Но ещё и практически ведут Третью мировую войну с нами. Но пока Михалков возмущается законодательными инициативами, у правительства Российской Федерации вопросов к работе своих пропагандистов не меньше. Выдавая очередной фейк об украинской армии, российские госсми спалились и нехотя доказали. Всё, что они показывают, постанова. Канал «Звезда» обнародовал репортаж о якобы беспределе украинских военных в Марьинке. На фото разбитое помещение с кучей мусора. В подписи говорится, что вооружённые силы Украины оставили после себя хлам и пустые бутылки. Но тогда что здесь делает российский сухпаёк? Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Скажут, отобрали злые биндеры, просроченные сухпайки у доблестных витязей и жируют. Как и всегда, Спилберге хи**ы палятся на недостатках декораций. Что можно добавить? В общем, за полгода войны кремлёвские фейкомёты подрастеряли бдительность.